Питант нашел остров в сокровище, имевший форму круга. На берегу растут шесть пальмов. Он нарисовал ортоцентры треугольников А, Б, Ц и Д, Е, Ф. Где А, Б, Ц, Д, Е, Ф и эти шесть пальмов. Как это совершенно романтически сформулировано, но ничего не поделаешь. После этого он соединил ортоцентры и взял середину отрезка. После этого он забыл, какую пальму он как называл. Докажите, что если он из этих шести пальм какие-то назовет А, В, Ц, а какие-то Д, Е, Ф, то середина будет той же замыточки. А здесь точка сечения остров. Остров круглый? Остров круглый, да. Вот. Вот. Или здесь, например, Spotify, есть. Он на teaser elders. У него тоже есть блоги, никогда они уже более хитро ou. И на продолжение на это. Вот куда-то сюда, правильно. Вот, теперь он должен взять вот эту точку, взять вот эту точку, соединить и взять середину отрезка. Надо доказать, что эта середина зависит только от выбора шести точек и не зависит от того, какие три из них назвали АВС, какие три из них назвали ДЕФ. Когда у тебя есть центр описанной окружности, он лежит на пересечении середины перпендикуляров. Когда у тебя есть точка пересечения высот, то эти высоты параллельны. Дальше понятно, что сделать, да? Провести одну медиану. Вот эту, да. Замечательно. Дальше сказать, что точка пересечения медиан разбивает ее в каком отношении? Два к одному. Два к одному. Нарисовать эту точку и сказать, что при гомотетии с центром в этой точке и коэффициентом каким? Минусом, минус два. Эта точка переходит в эту. Эта прямая переходит в эту прямую. Точка О переходит в точку АВС. И поскольку так для каждой. Ну, поскольку эта прямая переходит в высоту. И точно так же Для каждой. Другой серединный перпендикуляр переходит в другую высоту. То точка О. То точка О переходит в точку АВС. Что? Значит, H, да, M и дальше, да, O. H, M в два раза больше, чем M, O. Отлично! Вот это называется теорема прямой Эйлера. Теперь надо вернуться к нашему чертежу и понять, для чего же мы сейчас это все вспоминали. Не понимаешь? В нашей задаче что такое точка О? Это центр большой окружности. Абсолютно верно. Это центр большой окружности, на которой лежат все эти точки АВС, ДЕФ. Как то, что ты только что нарисовал, связано с нашей задачей? Да, точка О это точка пересечения середины перпендикулярных. Да. Центр. Конечно. То есть точка пересечения медиан треугольника АВС это центр тяжести точек АВС. Вот возьми, отметь центр окружности на этой картинке. В одном из ортоцентров напиши H1, в другом H2. H1, H2. И теперь скажи, пожалуйста, где расположен центр тяжести треугольника АВС? Где? Здесь. Где? К точке О он в два раза ближе, чем к точке H1, да? Да. То есть мы делим отрезок OH1 на три равные части. Замечательно. А с точкой H2 как это связано? Правильно. Надо взять отрезок OH2 и разделить его на три равные части. А теперь вопрос. Что мы знаем о центрах тяжести треугольников АВС и ДЕФ? В середине есть центр тяжести всей системы. Правильно. Середина этого отрезка – центр тяжести всей системы. Выносной чертеж, где будут только эти отрезки, и мы обсудим это. Как получить точку М из точек О, М1 и М2? Соединить. Во-первых, надо соединить. Во-вторых, взять середину. Это и будет центр тяжести всех точек АВС и ДЕФ. И потом гомотетис центром О и коэффициентом 3. Это понятно? Слушайте, ребята, вообще-то это было просто. Разве нет? Да. Мне нравится. Все. У всех. Продолжение следует...